Каким выдалось первое полугодие 2018 года для старейшего города Чувашия Алатаря? Накануне муниципалитет представил главе республики итоги социально-экономического развития. Тему продолжит Рифат Фаткулин. Подготовка к отопительному сезону в самом разгаре. Теплоснабжающие компании Алатаря проверяют давление теплопроводов. Котельные тестируют оборудование. Всего подготовлены 9 из 16 котельных. Все работы идут по графику. Никаких срывов и отставаний. Блочно-модульная котельная номер 16 в микрорайоне Западной готова на все 100%. Она построена за счет инвестиций в город, в бюджет нашего города. 23 миллиона с федерального бюджета и 25 миллионов с республиканского бюджета. Это очень для нас приятно. И не только это одна котельная. И много остальных построено с участием республики. Тем самым мы в общем, ну, не в плохой ситуации по сравнению с другими муниципальными образованиями, где у нас блочно-модульных котельных как бы больше всего. В 17-м году мы... Горячая вода есть? Есть, конечно, Михаил Васильевич. Современная котельная была введена 6 лет назад. Она отапливает 26 многоквартирных жилых домов, школу и детский сад. Сегодня она самая мощная в городе. Улица Ленина – одна из главных объектов дорожного ремонта в этом сезоне. Протяженность автодороги – 460 метров. Работы ведутся в рамках муниципальной программы развития транспортной системы. Выделено почти 6 миллионов рублей. Помимо асфальта, дорожники обустроят и тротуары. Их выложат брусчаткой. Подрядчик докладывает, работы будут завершены к началу августа. Здесь дороги до этого вообще не было. То есть сделали ямочный ремонт, постелили верхний слой асфальта бетона, заменили бордюрные камни. Сейчас сами можете увидеть, в каком состоянии стала дорога. То есть жители рады. После рейда на совещание. В 2018 году в городе появились новые рабочие места. Удалось заметно снизить задолженность по аренде муниципального имущества и земли. А главное – увеличилась средняя зарплата. Она достигла 22 700 рублей. Увеличение заработной платы положительно отразилось не только на улучшении бродостояния наших граждан, но и на состоянии бюджета года. Выполнение майских указов президента Российской Федерации в 2019 году и увеличение минимального размера оплаты труда способствовало уступлению данного метра наводок более 38 миллионов рублей, рост на 2%. Однако есть и болевые точки. Отмечается снижение оборота общественного питания и объема строительных работ. Алатарцев волнует и тема повышения пенсионного возраста. По статистике, больше половины людей, выходя на пенсию, продолжают работать. Есть силы, желания и опыт, который востребован. Чем больше трудоспособного населения, тем больше взносов в пенсионный фонд. Обеспечить такой рост пенсии, который опережал бы инфляцию – вот цель предлагаемых изменений. Вот 60 лет мужчинам скажут, вы еще не пенсионер, так что еще 5 лет будете работать. Это же здорово. Сейчас в отдельных случаях работодатели говорят, вы когда-то выходите на пенсию, мы будем вас увольны. А пенсионер, как пишут, куда страниц пенсионер поставить, не хочет увольняться. Так, в жизни. А то дается возможность. Пожалуйста, давайте работайте, занимайтесь экономикой, активным долголетием и никаких вопросов. Завершая двухчасовую встречу, Михаил Игнатьев отметил, у «АллатРа» большой потенциал, который нужно использовать еще эффективнее.